Доброго времени суток! В этом видеоролике я буду проводить диагностику своего клиента Дмитрия. Он уже заказал у меня специальные расклады на моей уникальной авторской спиритической системе «Мистический путь Гея» или «Таро-черта» Любомира Богоявленского. Итак, Дмитрий сформулировал пять вопросов, и исходя из этих вопросов я запишу два видеоролика. Этот первый видеоролик, первая часть, будет посвящен ответу на четыре вопроса Дмитрия, а второй видеоролик я буду делать в большой объемный любовный расклад, чтобы ответить на его любовный вопрос. Итак, Дмитрий, первый вопрос, который вы мне задали – «Любомир, что у меня будет с деньгами в дальнейшем? Будут ли какие-то предложения по работе?» Перед тем, как отвечать на ваш вопрос, я хочу сказать, чтобы вы знали, что карты Таро, они говорят не 100% правду, а только где-то 75-80%, бывает 90-95% правды. Они помогают посмотреть на ситуацию иными глазами. Но я никогда и никому не говорю и не даю гарантию 100%, что мое предсказание сбудется. И об этом я говорю наперед всем своим клиентам, чтобы быть предельно честным с людьми. И это мой принцип работы – предельная честность с клиентом, когда я не даю гарантию 100%, что мой расклад, он отобразит полностью правду. Итак, что же вас ожидает деньгами в дальнейшем? Будут ли какие-то предложения по работе? Первый аркан, который выпал – это черт самогуб. Сейчас перед изданием колоды, я еще раз повторю, что я написал, нарисовал и написал на таких листочках обозначение карт, название их, вот сердечко нарисовал, подписал. И я перед изданием колоды уже сейчас тестирую гейтару с помощью вот таких картоночек. Итак, первый аркан, первая карта, которая выпала – это черт самогуб. О чем он вам говорит? Он говорит о том, что, Дмитрий, не витайте в иллюзиях, опасайтесь иллюзий и неверного представления об окружающем мире. Как это может проявляться? В чем это неверное представление? В том, что вы не будете проявлять активность. Или будете довольно пассивно ждать с моря. Погоду, как говорится, в простонародье. А окружающий мир, окружающая реальность могут быть намного циничней и намного безразличней к вам и к вашей личности. И потому, чтобы были у вас деньги, для этого нужно стараться и проявлять активность. С деньгами могут быть серьезные проблемы. И эти проблемы вам может помочь решить ваш император, ваш любимый мужчина – Господь. То есть, чтобы быть при деньгах, вам нужно, чтобы у вас был любимый человек, который финансово вам будет помогать. И также карты мне показывают, что именно мужчина, король, вам поможет с работой. Если вам будет какое-то предложение по работе, и вы можете согласиться с этим предложением. Притом, не одно вам будет еще предложение. Выбирайте то, что самое выгодное и хорошее для вас. Сейчас вы, как мне известно, молодой довольно человек, лет вам 20. И потому у вас сейчас горячая пора, когда много мужчин могут для вас делать хорошие, уникальные предложения. Ваша сила в работе, карты показывают. Это, естественно, очень богатый, сильный, молодой человек, которого будете любить, будете любимым. Если даже он не сверхбудет богатый, но тот человек, который может материально вас поддержать. Итак, в дальнейшем, если не будет мужчины, то с деньгами будет катастрофа, говорит черт-самогуб. И вообще он предупреждает вас, будьте довольны, как бы вам это точнее сказать, будьте настроены на осознание и понимание того, что есть объективная реальность, которая не зависит от вашего внутреннего воззрения, от ваших внутренних каких-то желаний. И есть субъективная реальность, наша внутренняя. И потому вам нужно четко ощущать эту объективную реальность, чтобы не пропустить свою работу и свое счастье. Деньги и ваша работа будут пропорционально зависеть от вашей личной жизни. Если у вас будет хороший, умный парень, мужчина, который будет вам помогать, у вас будет сила, деньги и работа. Если такого любимого человека не будет, и мужчины-спонсора не будет, либо того мужчины, который вас протолкнет, то тогда будут серьезные проблемы. Смотрим ваш второй вопрос. Вы написали мне, Любомир, сейчас я думаю заняться инвестицией в одном проекте и хочу знать, останусь я при деньгах или меня надурят. Итак, смотрите, что выпало по картам. Знайте меру. Во-первых, должна быть умеренность. Какой-то человек довольно романтично это вам рассказал о том, что этот проект может принести вам хорошие деньги, если сделаете инвестицию. Карты говорят о том, что вы можете сделать довольно небольшую инвестицию в этот проект и понаблюдать, но больших денег в него не укладывайте. Потому что итоги всей этой сделки – это черт душегуб и аркан самоубийца. Что имеется в виду? Имеется в виду, что тут может быть какой-то либо лохотрон, либо какой-то обман, либо какая-то иллюзия. И если вы вложите много денег, вас реально и точно могут надурить. Потому что немного вложить для эксперимента можно, карты говорят. Там какие-то свои интересные нюансы есть. Но только немного. Потому что здесь очень большой риск аферы. Что все завершится как-то, знаете, очень аферистично. И вы можете прогореть. Там очень большой риск, что вы все потеряете, вложите, сделаете большую инвестицию, и полностью вас могут надурить, и все будет потеряно. Я замечу, в раскладе выпало два аркана с энергией самоубийства. Это черт самогуб и также аркан самоубийца, либо повешенный классическом втором. Что это говорит о чем уже в диагностике? О том, что у вас есть определенные саморазрушения. Самая большая опасность, это когда вы будете сами себя разрушать. Курение, алкоголь, возможно какие-то наркотические вещества, либо неправильный способ и образ жизни могут вас разрушить. Развивайте ваш интеллект. Развивайте ваши творческие способности. Будьте умным молодым человеком, и у вас все получится. Избегайте саморазрушения. Это вам уже сразу же идет совет от высших сил. Потому что нелогичные, алогичные решения и действия могут привести к очень плачевным последствиям. Смотрим дальше. Вы написали мне третий вопрос. Какие события меня ждут в этом году? Кого я встречу? Вопрос довольно глобальный. И на этот вопрос я буду отвечать двумя раскладами. Первый. Я просматриваю самое такое ключевое. Ну, я вижу казенный дом. У вас будет какой-то либо переезд, либо смена места, возможно, жительства в этом году. После этого я вижу какого-то мужчину. У вас это даже может быть не один мужчина, с которым у вас будут довольно серьезные отношения, любовь. Такой общий год будет с любовной довольно энергетикой. Правосудие говорит о том, что вы должны опасаться, чтобы в течение года вас не втянули в какую-то аферу и вы не пострадали. Будьте максимально и предельно в течение этого года в руслах закона. Вы законопослушный человек и вам нужно быть максимально, пытаться находиться в законе и не входить в никакие аферы. Какая-то подруга выпадает у вас, вы будете с ней общаться. Это только чуточек. Сейчас мы просматриваем насчет этого вопроса вашего. И я вернусь к этому же вопросу, потому что нужно вытягивать карту года. Хотя уже, скажем так, год, считай, завершается. Но тем не менее, когда вас интересует этот вопрос, нужно посмотреть карту года на 2018 год. Какие там ключевые события и что вам судьба и высшие силы говорят. Смотрим следующий ваш четвертый вопрос для этого видеоролика. Что со здоровьем? Я всегда говорю своим клиентам, что я не врач, я не медик, я дипломированный психолог. Я не лечу болезни, а также не занимаюсь диагностикой здоровья. Если есть проблемы со здоровьем, не нужно обращаться к людям некомпетентным, к людям, у которых нет высшего медицинского образования. Потому что мастер в этой жизни должен быть тот человек, у которого есть глубина, есть глубокие знания в своей сфере деятельности. Он должен быть не просто дипломированным, а именно тот человек, который определенный период времени обучался и учился. И потому однозначно вам нужно и необходимо консультироваться только с врачами и медиками, если есть какие-то проблемы со здоровьем. Что же карты мне показывают? Во-первых, вас сглаживают. Вы выкладываете ваши фотографии в интернет, в публичные, скажем, обозрения. И вам в вашей молодости, красоте начинают завидовать. И черт Сукаил мне показывает, что определенные люди вас сглаживают и негативно на вас влияют. Об этом говорит черт Криводар. Плюс черная полоса и депрессивное состояние. Периодически вы переживаете депрессивное состояние, оно такое у вас подавленное настроение. И это тоже негативно, взаимосвязанно влияет на ваше здоровье. Вопросы любви. Выпал рыцарь червовый, а также чертородица. Эти карты говорят мне о том, чтобы вы береглись венерических заболеваний. Обязательно у вас должен быть максимально безопасный секс с партнером. То есть это секс в презервативе, это секс защищенный. Вы, я думаю, это понимаете и должны дальше понимать, потому что есть угроза подхватить какое-то венерическое заболевание. Понимаете, на вас есть определенное негативное энергетическое влияние, определенный негатив, который сказывается на вашем самочувствии и состоянии. Как это может проявляться? Например, смотрите, вас ни с того ни с сего начинает температурить. Дрожь. Вы обращаетесь к врачу. А диагноза нет. В психологии это называется психосоматика. Когда психологические факторы, либо влияние другого человека, либо какая-то психотравма, она запускает реакцию нашего организма к какой-то болезнью. Нам становится плохо, у нас тошнота, либо рвотный рефлекс срабатывает, болит голова, если реальность нам не нравится, то далее и тому подобное. В эзотерике и у магии есть понятие энергетического воздействия. Люди могут энергетически, своими черными языками, злыми глазами, негативно влиять своей завистью, да, потому что черт сукаил, он может еще означать черную зависть, когда вам завидуют ваши модности, красоте. Все это негативно на вас влияет. Идет влияние через ваше бессознательное, да, то есть когда, это уже можно философствовать и в психологии уходить, когда через коллективное бессознательное, либо через наше индивидуальное бессознательное негативо других людей влияет на нас, мы это ощущаем, а нам хочется, чтобы нас уважали, любили, и часто наши механизмы защитные не срабатывают. Потому что мне нужно работать, вас нужно чистить, обязательно пройти чистку, вам нужно, почистить вас от сглазов, от негатива, и обязательно сделать вам защиту. Я рекомендую проделать тот обряд, который я записал, называется обряд от врага с ножом. Посмотрите его в интернете, я выложил. Я своим клиентам настоятельно рекомендую делать этот обряд, отсечь всякие негативные щупальца, которые идут от врагов и тех людей, которые вам завидуют. Итак, в ваше здоровье я вижу два уровня опасности. Один психологический, эзотерический, такой энергетический, то есть в каком плане, когда энергетические на вас негативно влияют, и тут есть и психологический механизм психосоматики, когда ваша психика не выдерживает негатива от людей и заболевает, а также есть, естественно, тут сглаз, то, что называется в простонародье даже порча, когда кто-то портит из людей, которые вас окружают, своей негативной энергетикой, своим негативным влиянием ваше состояние и ваше здоровье. И опасайтесь важный аспект венерических заболеваний, чтобы ничего не подхватить. Малейшие признаки и симптомы венерического заболевания, и вы сразу же должны обращаться к врачам. Также обязательно вы должны проходить в гей-организациях Киева. Например, я рекомендую гей-альянс на метро-университет улица Бадана-Хмельницкого, 52-Б. Я точно не могу вспомнить сейчас. Я периодически тоже туда ходжу на обследование. Это как такая им реклама, хотя просто я не ради их рекламы, а ради вас и тех людей, которые должны следить за своим здоровьем. Говорю об этой организации. Проходите там экспресс-тестирование на ВИЧ, на сифилис, на гепатиты. Это очень важно, потому что должна быть профилактика этих заболеваний, а также обязательно тестирование, безопасный секс. Это очень и очень важно. Мы двигаемся дальше. Так, значит, энергетический негатив с вас нужно снять и поставить вам защиту. И также берегитесь венерических заболеваний. И мы смотрим дальше. Сейчас я буду вытаскивать вашу карту года. И посмотрим вот на этот вопрос, какие события вас ожидают в этом году. Когда я притасовывал карты, одна карта выпала на пол. И стало понятно, что высшая сила и говорит, что вот эта карта будет вашей картой. При том, что мой принцип, я не люблю подтасовывать, что я полностью, абсолютно честно тасую, и я не подтасовываю, не выбираю карту. Когда я эту карту вытащил, вот посмотрел, то есть с пола уже поднял ее, вернее, да, она лежала, ваша карта года, я был удивлен, потому что это семерка крестовая, черт, ебарей, Дмитрий, карта вашего года, сам князь Бесовский, черт, ебарей. И сейчас я буду вам зачитывать его значение. Почему зачитывать? Потому что я создал уникальнейшую систему, и много информации, которая мне открывалась, она трансфировалась свыше, понимаете, от высших сил. Каждый человек, которого будет мистический путь гея или торо-черта Любомира Богоявленского, сможет с этой книги подчеркнуть информацию на каждый год, понимаете, вот что в течение года ожидает важнейшая события. Значит, после этого на каждый день совет получить. Дальше совет от высших сил, сексуальный совет, как вызвать духов разных, мертвых духов, покойников и так далее и тому подобное. Все это можно подчеркнуть с уникальнейшей книги к моим картам «Мистический путь гея или торо-черта Любомира Богоявленского». Энергетика черта, ебарей, уже говорит о том, что этот год будет насыщенный любовью, интимной жизнью, сексуальными впечатлениями. И, конечно же, черт ебарей, он символизирует мужчину, либо мужчин, которые будут в вас влюблены и будут хотеть и желать вашего внимания. В книге звучит довольно так брутально ответ. «В этом году на вас особо ожидает страстный и горячий интим». Это год страстной любви. Ну, тут у меня довольно такая речь, она, понимаете, немножко ибранная такая, брутальная. Я не буду зачитывать видеоролики для вас значение аркана ебарей, но я своими словами уже вам объяснил, что в этом году ключевые события будут связаны с любовью, с делами сердечными. А также я ощущаю и вижу, что в этом году может быть у вас интересный отдых, какое-то еще путешествие, либо поездка. Так, смотрим дальше. Ну, по крайней мере, хотя бы выход куда-то, ну, там, например, на гидропарк, либо, если такие возьмем, либо какое-то интересное мероприятие посетите. Так, я еще смотрю, какие-то дороги идут у вас. Ну, вам нужно учиться, конечно. Вам нужно учиться новые знания приобретать и подумать о том, что вам будет в жизни интересно, потому что вы еще молодой человек, и вам можно освоить какую-то профессию, и этот год уже вам будет предъявлять какие-то очень интересные возможности. Во-первых, у вас подработка какой-то будет получаться, где у вас человек, интересный парень, мужчина вам этот подработок порекомендует в этом году. И у вас роман выпадает, конечно же, потому что сам черти-борей, он показывает взаимную любовь. Это взаимная любовь в этом году. Это страстные интимные отношения. При том, что ни один, говорю, человек в этом году может быть у вас влюблен. Давайте мы посмотрим дальше. Что вам советуют высшие силы? Какой вообще совет на этот год, вообще на вашу жизнь дадут высшие силы? Ну, вначале я спросил высшие силы. Философский совет для вас от высших сил, который, говорится, цитатой кого-то из великих. У вас выпала колесница для философского совета. И этот совет говорит Николай Гоголь вам. Позаботься прежде о себе, а потом о других. Стань прежде сам чище душою, а потом уже старайся, чтобы другие были чище. Что имеется в виду? Имеется в виду, что нет предела для развития. Вы должны в течение этого года и в течение вообще вашей жизни, особенно ваш еще молодой возраст, очищать ваши души, чтобы душа ваша была благородная и высокодуховная. А вот какой высшие силы вам дают совет. Выпал валет пиковый. Вот, Дмитрий, буквально я зачитаю из книги, что советуют вам высшие силы. Перестаньте обманывать сами и не позволяйте другим обманывать вас. Будьте искренни. Тотальные ложь и вранье не стоят того, чтобы превращать жизнь в сплошной обман и неискренность. Зачем вам этот совет «Мистический путь Гея» или «Тару Чёрта Любомира Богоявленского» дает? Дает для того, чтобы предупредить вас, что какие-то люди могут вас обманывать или быть с вами неискренни. К сожалению, сам этот мир и реальность, которая нас окружает, она часто бывает неискренняя и не совсем честная с нами. Поэтому нужно стараться быть и самому более честным с окружающими людьми, а также и опасаться, чтобы вас не обманули и более критически относиться к людям, которые что-то вам обещают либо говорят. На этом я завершаю первый видеоролик. Вопросы довольно у вас на самом деле и глобальные, особенно последние. Я кратко, но довольно глубоко провел консультацию и на эти вопросы вам ответил. Ответил языком уникальной колоды моей авторской «Мистический путь Гея» или «Тару Чёрта» Любомира Богоявленского. А сейчас я буду переходить к второй части «Любовный расклад на ваш запрос».